Здравствуйте! Новости на канале НТС в студии Джолдош Исаков. Сегодня в Бешкеке в последний путь проводили народного поэта и писателя Омора Султанова. Панихида прошла в Национальном академическом театре оперы и балета. Проститься с ним пришли его родные и близкие, а также многочисленные поклонники поэтического творчества Султанова. В троворном прощальном митинге в память о выдающемся поэте приняли участие также чиновники правительства и администрации президента, депутаты, общественные и культурные деятели. Напомним, Омор Султанов ушел из жизни 3 апреля в возрасте 86 лет. Он является автором многих популярных произведений, поэтических книг, романов, киносценариев и переводов. Он перевел на каргызский язык произведения Пушкина, Лермонтова, Маяковского и подарил возможность каргызским читателям приобщиться к произведениям известных поэтов всего мира. При этом произведения самого Султанова были переведены на русский, английский, немецкий, испанский, польский, венгерский и другие языки мира. Как отзываются почитатели творчества Султанова, он своими поэтическими сборниками внес художественную новизну в каргызскую литературу. Его книги стихов «Горные дни», «Великая река», «Дорога к океану» и многие другие по-прежнему имеют популярность среди читателей. И в эти же минуты, отметим в Бешкеке, в Каргызском государственном драматическом театре, начинается также панихида по народному артисту, актеру Марату Алашпаеву. Он скончался также 3 апреля, ему было 75 лет. Бешкекская милиция расследует факт смерти 7-летнего мальчика, скончавшегося после обрезания. Как сообщили в ГУВД столицы, информация о том, что в отделении хирургии городской детской клинической больницы умер ребенок, поступила 2 апреля. Выяснилось, что мальчику делали обрезание в нацгоспитале под местным наркозом. После операции он поступил в отделение хирургии 3-й детской больницы с диагнозом синдром Платтера – кровотечение из раны крайней плоти. Там, не приходя в сознание, он скончался. Факт зарегистрирован, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причин смерти. Расследование со стороны милиции продолжается в национальном госпитале и детской больнице. Как отмечается, также проводится разбирательство по этому трагическому случаю. По предварительной версии Минздрава, ребенок умер не от потери крови, а от остановки сердца во время введения наркоза. Как сообщил журналистам заместитель директора Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Эрни Сакунов, результаты экспертизы будут готовы через месяц. Но уже известно, что мальчику во время операции по обрезанию крайней плоти почему-то два раза ввели местную анестезию. Национальный банк штрафовал еще четыре обменных бюро за допущенные нарушения. Какие именно пункты обмена валют финрегулятор не называет. Однако отмечается, что за нарушение требований законодательства страны и нормативно-правовых актов НБКР на них наложены штрафы по 55 тысяч сомов каждому. Отметим ранее, в конце прошлого месяца были оштрафованы восемь обменных бюро и один коммерческий банк, за что конкретно не называется. Речь, судя по всему, идет об отказе продавать валюту при ее наличии. Напомним, за последний месяц на валютном рынке произошли резкие и существенные скачки. Американский доллар за это время успел подорожать до 105-106 сомов, затем стал снижаться. В прошлую пятницу, 31 марта, был зафиксирован один из наиболее низких за длительное время курсов, когда обменные бюро покупали доллар уже по 79 сомов, что ниже даже до кризисного уровня. Назбанк в связи с этим даже провел две обратные интервенции, скупив на рынке почти 20 миллионов долларов. Сегодня, по данным портала валюты KG, американцы покупают по 86-87 сомов, а продают по 87,5 или 88 сомов. Обесценивание сумма и подорожание доллара оказывает ощутимое влияние на размеры сумм погашения внешнего долга страны. Но даже если и рассчитывать по курсу до 24 февраля, в этом году на обслуживание государственного долга придется направить рекордную сумму. И каждый последующий год будет устанавливать новый рекорд. В прошлом году на выплаты основной части внешнего и внутреннего госдолга, а также процентов по ним, учитывая отсрочку, были потрачены 29,5 миллиардов сомов. В этом году придется выплатить почти 40 миллиардов. В следующем году свыше 48 миллиардов сомов и еще через год более 58 миллиардов. По данным Минфина, к концу января этого года государственный долг нашей страны составляет 5 миллиардов в 137 миллионов долларов. Из них почти 4 миллиарда 300 миллионов приходится на внешний долг. Россия с 9 апреля снимает ограничения и возобновляет авиасообщения с 52 странами, в том числе, как указывается в списке этих стран, и с Кыргызстаном. Согласно информации, таким образом снимаются ограничения на все регулярные и чартерные рейсы, которые ранее вели из-за коронавирусной пандемии. Тем временем посольство России в Кыргызстане также сообщило о наращивании количества авиарейсов между двумя странами. По данным ДИП-представительства, сейчас полеты из Бишкека и Аша примерно 20 российских городов и обратно осуществляют 4 российские авиакомпании и одна кыргызская. Бишкекский Горкинеш разрешил мэрии при необходимости сносить неветкие и неаварийные здания. Столичные депутаты утвердили соответствующее положение. Ранее отметим, в муниципалитете часто отмечали, что не могут ничего нового построить взамен старых морально и физически изношенных зданий и сооружений из-за того, что состояние их строительных конструкций не соответствует критериям для отнесения таких объектов в категории ветких и аварийных, а их восстановление экономически нецелесообразно. В качестве такого примера мэр столицы привел муниципальную баню на проспекте Джибикджулу. По словам городоначальника, вместо нее хотят построить новую, но снести старую нельзя, хотя здание уже на 80% изношено. С аналогичной проблемой муниципалитет также столкнулся при строительстве нового корпуса школы гимназии номер 6. Он не мог начать работу, так как для этого необходимо снести старое здание на территории этой школы. Ну что ж, на этом пока все. Развитись событий, вы узнаете из наших следующих выпусков. Уверимся! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!